Уточненный размер бюджета по Владарской области составил 299 миллиардов тенге, в том числе целевые трансферты и кредиты из республиканского бюджета 112 миллиардов. Основная цель перераспределения – поддержка социально уязвимых слоев населения, решение актуальных вопросов. При уточнении бюджета руководитель Управления экономикой и бюджетного планирования Ирина Назарчук отметила, что выделяются средства на субсидирование 75% тарифа сельхозпроизводителям на доставку поливной воды в сельской зоне Аксу и Экибастуза по Владарском районе. Это позволит сдерживать цены на картофель, овощи. Также решены отдельные актуальные вопросы в развитии жилищного строительства. В Павлодаре ведется строительство шести жилых домов в микрорайоне Достык. И для обеспечения этих домов инфраструктурой, в первой очереди строительство бюджету города Павлодара, планируется выделить 300 миллионов тенге для строительства наружных, внутриплощадочных площадей. Это водообеспечение, теплоснабжение, связь. В Павлодаре дефицит 10 тысяч ученических мест. Решать этот вопрос начнут с возведения пристроек к трём школам и разработки типового проекта учебного заведения на 1200 мест. Глава региона Почекмуса для детей с ограниченными возможностями будет налажено дополнительное лечебное обеспечение. А в Павлодаре откроют кабинет коррекции для детей-аутистов. Для поддержки социально уязвимых слоёв населения приняты и другие решения. По области будет определён единый подход и размер социальной помощи семьям, воспитывающих детей и инвалидов до 18 лет. Сейчас в городах и районах эти выплаты осуществляются по-разному, от 2 до 15 месячных расчётных показателей. В этот раз мы решили охватить равные финансовой помощью в размере 27 РП. Это 55 тысяч тенге. Все семьи данной категории, независимо от диагноза, а это порядка 2600 получателей. Я думаю, такой унифицированный подход является абсолютно справедливым. Второе. На 62% мы закроем задолженность перед инвалидами по зрению по выписанным индивидуальным программам реабилитации, которая длится с 2011 года. 290 инвалидов по зрению получат читающие машины и специальные ноутбуки. На следующий год технико-вспомогательные средства получат ещё 180 человек. В регионе продолжается работа по оптимизации расходов бюджета, что является одним из приоритетов в посткризисном периоде, сказал Акимобоси. Былкер Искаков затронул ещё одну тему. Футбольный клуб «Иртыш» не будет играть в премьер-лиге, так как он не в состоянии выполнять свои финансовые и спортивные обязательства. Согласно законодательству, долги клуба нельзя покрыть за счёт бюджетных средств. Мы перераспределяем средства с профессионального спорта на любительский и детско-юношеский. Это делается в целях развития в целом и утверждения новой концепции развития футбола в области на пятилетний период. Эта концепция, этот документ сейчас находится на стадии глубокой проработки. И в ближайшее время мы вместе с футбольной общественностью будем рассматривать этот документ для того, чтобы его принять. Предварительная оценка исполнения бюджета позволит корректировать и оптимизировать расходную часть, подчеркнула Аким Олбасти. Надо также наладить систему аудита эффективности с параллельным аудитом соответствия расходов.